Уникальная книга «Дирикой» – память о прошлых поколениях, многолетний труд Беляла Сулейманова. Он долго вынашивал идею восстановить историю своих предков, живших на территории Большой Ялты. Исследование вылилось в написание книги. Главной вдохновительницей стала уроженка Дирикоя и бабушка Белялбея Велядей Дримджи Сулейманова. Я частично Дирикойский, именем Архамедлеба Велядя, она из Дирикоя. И в детстве очень большое количество времени я проводил с ней. Мы часто ездили в Дирикой. Мы ездили к ее друзьям, к ее родственникам, ходили по селу. Она рассказывала о жителях этого селения. Буквально о каждом доме могла рассказать очень много интересного. Была идея создать семейную родословную, то есть собрать информацию о родных, близких и для определенного круга лиц. Чтобы помнили свои корни, знали о них. И после обработки всего этого материала, ну и было принято решение уже создать такую книгу. Книгу о Дирикое, о ее жителях. Белял Сулейманов более 10 лет по крупицам собирал материалы о Дирикое, упраздненном селе, полностью вошедшем в состав нынешней Ялты. В написании книги мне помогали друзья. Это наш исследователь Гульджан Ханумриизова, она автор книги о Корбеке. Также исследователь сел Айвасилий Дирикой Тамила, сель Джалилова, сель Ахшур. По фотографиям определенные фото мне предоставил наш коллекционер Низами Ага Ибрагимов. Очень интересные сведения в части топонимики, а также истории предоставила сторожил Дирикое, Меляханум, Сарачева, Ахтемова и мои родные, мои родственники. Книга содержит уникальный фактический и иллюстративный материал. В ней более 250 фотографий, многие из которых публикуются впервые, а также архивные документы и много другой интересной информации. На 172 страницах этой книги история Дирикое, традиции и обычаи, быт и интересные истории о людях, которые жили в этом живописном селении. Во время работы над этим я обнаружил интересные документы, факты о селении Дирикой. Собрал архивный материал, информацию из информационного центра МВД Узбекистана, также сведения о фронтовиках, призванных из деревни Дирикой. В этом помогал мне сайт-мемориал, то есть это поиск сведений о участниках Великой Отечественной войны. Также были найдены интересные путевые заметки, это записки путешественников, сведения о истории, культуре, быте, традициях жителей Дирикой. Особенности, наверное, это интересный список жителей. Это список жителей селения на 1928 год. То есть в нем представлены более 1200 имен, они все скомпонованы в семьи. Это список подлинный, потому что мной были проверены многие имена из этого списка, и действительно его подлинность мы можем подтвердить на 100%. Белял Сулейманов уверен, эта книга будет интересна каждому, кто интересуется историей своего народа и, конечно же, потомкам жителей Дирикойа. А автор-составитель уже думает над следующей книгой. Как иногда шутят, что я настоящий крымский татарин, да, потому что у меня Анам Тарафандан – это Таты Бахчисараевские и Ноголярки из Левски. И Баба Тарафандан – это Ахмечет, Раметли Харбабам, Симферополь, Сарабус. И Бойка Анам – это Дирикой. Интерес проявляется, так как родственники говорят, что давай писать о других селах. Ценность этой книги в том, что она позволит будущему поколению сохранить память о Дирикойе. Также поможет всем тем, кто интересуется селением, истории этого села, а также кто является выходцами из этого села, найти интересную информацию о своих близких, родных.